Привет, друзья! Меня зовут Владимир Бероев. Я фотохудожник, основатель и креативный директор мастерской сверхфотографий. А это проект Дизайн-бюро Побегушки. И сегодня прошла ни много ни мало моя 700-я пробежка. Бегаю я уже 5 лет. Процесс, почему я начал это делать, достаточно интересен. То есть я ушел из работы по найму, ушел из рекламного агентства. И когда я вышел из системы, мне пришлось менять очень многие свои мировоззрения, свои ощущения. И в том числе я стал искать себе новые ориентиры, каких-то новых богов, я не побоюсь этого слова. И на протяжении порядка года я проходил различные тренинги, участвовал в различных программах, искал, где же мне найти мотивации для дальнейшего пути. Встретился замечательный человек, многие которого хорошо знают. Это Леонид Бугаев и его программа «Макс Эффект». Эта программа, наверное, послужила для меня таким триггером в совершенно новую самореальность. Открылось достаточно большое количество новых знакомств, новых людей, и изменилось мое мировоззрение. Бег для меня стал очень хорошей моделью для многих других жизненных ситуаций. Так получилось, что за пять лет, которые я бегаю, у меня были два достаточно приличных прерывания. Первое прерывание было почти на полгода из-за вопроса здоровья. Второе прерывание было еще почти на два месяца. Также по вопросам здоровья, но это уже была другая дисциплина. И вот за моменты, когда я прерывался, конечно, тонус падал, набирался вес. На момент начала пробежек мой вес составлял 18,5 килограммов. И примерно через четыре месяца таких интенсивных беговых тренировок, когда я бегал шесть дней в неделю по 5-6-7 километров в день, мой вес через четыре месяца достиг 91,5 килограммов. Ощущение было, конечно, удивительное, потому что это, конечно, легкость, это, конечно, кайф от того, что я вешу столько, сколько весил в 20 лет. Потом немножечко я расслабился и стал бегать меньше, вес немножечко пополз вверх. Сейчас он снова увеличился. Вот, то есть составляет порядка 97-98 килограммов. И мне приходится, в общем-то, бороться за каждый килограмм. Однако я могу сказать, что теперь я этот инструмент понимаю, теперь я им владею. Владею, конечно, далеко не в совершенстве. Владею не так, как это делают профессиональные бегуны, марафонцы. Но для меня это дисциплина, которая позволяет в жизни создавать еще одну, еще один такой аспект, еще один мир, еще одну вселенную. В ней я черпаю силы, в ней я черпаю энергию. И, как ни странно, в ней происходит очень много моделей таких жизненных ситуаций, достижений, микропобед, которые можно проецировать на другие аспекты жизни. Сейчас я немножечко подведу статистики. Вот я сделал такую малепутенькую бумажечку, написал, что же, собственно, какое количество было про бега, но за вот эти вот пять лет моих тренировок. Итак, общее расстояние за 700 пробежек за пять лет, которые я преодолел бегом, составляет 4071 километр 420 метров. Так считает программа Рантестик. Общая длительность пробежек составила 437 часов 35 минут и 25 секунд. Дальше. Всего я сжег 414 502 килокалории за это время. Набрано высоты 25 963 метра, а спускался я на 26 652 метра. Вот такая небольшая статистика. В первую очередь я бегал сам. Для меня это очень личная, очень, я бы даже сказал, интимная дисциплина получилась, в которой я осуществляю какой-то внутренний баланс. То есть мое сознание, мои мысли приходят в порядок, даже если я нервничаю, даже если у меня есть какие-либо плохие, грустные, злые мысли. И бегом я их очень хорошо балансирую и привожу в равновесие. Также я участвую и участвовал, сейчас я это делаю меньше, правда, в массовых забегах. Мы бегали в Лужниках, мы бегали по Москве. Это были дистанции и 3 километра, и 5 километров, 7 километров, 10 километров. Полу-марафон, марафон я не бегал. У меня есть для этого некие объективные причины. Плюс, честно говоря, я не хочу для себя бег делать какой-то супер дисциплиной достижений. Для меня это исключительно такая очень личная, очень приятная штука, которая именно драйвит меня, которая помогает мне решать какие-то мои внутренние задачи. В основном я бегаю в парках, бегаю по городским улицам, а также в поездках, которые сейчас, к сожалению, у меня встречаются не так часто. Я бегаю в других городах, бегал в Париже, бегал в Питере, бегал в городе Воронеж, бегал в городе Ярославль. И таким образом через пробежки город для себя открываешь с новых сторон, потому что особо мне это, знаете, запомнилось по городу Парижу. Там я осуществлял каждое утро такие ранние пробежки в разные стороны. Гостиница находилась в центре, и я надевал кроссовки, и часов в восемь утра стартовал. Ощущение было очень здоровское, потому что на тот момент, когда я бежал по этим улицам, я был не в формате туриста. В то же время я не был в формате горожанина, то есть жителя города. Вот, однако я находился в какой-то промежуточной фазе. Например, я бегал к Лувру, и только подъезжал автобус, высаживал самых первых туристов, самых ранних. Это были китайцы. Они вылезали своими фотоаппаратами и массово фотографировали все подряд, в том числе фотографировали меня, потому что мимо пробегал человек в спортивной форме, в кроссовках. И, конечно, в этот момент я выглядел совсем не как турист. То, что бегал в разные стороны, это помогало мне с достаточно большой скоростью для себя составить в голове геометрию города, соединить улицы. И уже после возвращения в гостиницу, после того, когда я менял кроссовки на повседневные такие ботинки, на джинсы, и пускался уже в такой туристический формат, все, конечно, менялось, все трансформировалось, снова превращался в формат туриста. Однако вот этот триггер, вот этот переключатель, который происходил во время пробежка и дальше гуляния как турист, позволяло в рамках одного дня попадать в абсолютно разные состояния, в абсолютно разные вселенные. И действительно изучать лучший город, понимать его лучше с разных сторон за одно и то же не очень большое количество времени. Поэтому, если вы еще не бегаете или уже бегаете, очень рекомендую попробовать это делать в различных городах, попробовать это делать в своих путешествиях. Это действительно раскрывает границы, это действительно помогает лучше этот город увидеть и быстрее собрать его геометрию, быстрее понять его состояние. Следующая штука, конечно, которая сопутствовала всем пробежкам, это ежедневные отчеты. Отчеты требуются, на мой взгляд, в первую очередь для себя. Каждую пробежку я считаю, и, кстати говоря, некоторые люди уже неоднократно мне говорили, Володя, перестань это делать, просто бегай. Однако, вот этот подсчет помогает более осознанно и осмысленно относиться к каждой пробежке отдельно, а также группировать их вот в эти большие цифры. Например, в ту цифру, которая есть сейчас, 700. То есть это дополнительные микропраздники. Что помогает еще? Помогают ежедневные селфи. Ежедневные селфи с пробежек. Я их начал делать, собственно, мои друзья, с кем мы познакомились в рамках программы MaxEffect, мы начали делать их еще 5 лет назад, беговые. И в таком количестве, в каком они есть сейчас, их еще не было. Это было достаточно оригинально. Поэтому, с одной стороны, это позволяло лишний раз мотивировать себя. То есть ты должен был нормально выглядеть, хорошо. И в то же время, действительно, это был дополнительный пиар-повод для того, чтобы лишний раз каждый день заявлять еще о себе, показывать, что, елки-палки, ты, привет, ты существуешь. Это, на самом деле, тоже очень, на мой взгляд, важная для нашего времени штука. Конечно, если человек активен, конечно, если он не только потребитель контента. Начиная где-то с пробежки 80-й, я ввел такой еще формат дополнительный, когда каждую десятую пробежку писал небольшое видео. Совокупно получалось оно от 5 до 10 минут. В нем я рассказывал о тех событиях, которые произошли за время последних пробежек. Касались они бега, но также они касались и, в первую очередь, моей профессиональной деятельности. То есть работы над креативом, работы над фотографиями. Помимо той информации, которой я делился, которую я доносил до людей, это еще очень сильно помогало развивать вот такую болталку, когда просто идешь и разговариваешь на камеру, разговариваешь ни о чем, быстро формулируешь мысли и выдаешь их таким единым потоком без бумажки. Поэтому также очень рекомендую, если вам интересны какие-либо публичные истории, вот так потодироваться, либо привязать их к бегу, либо привязать их к какой-либо другой дисциплине, желательно систематичной, да, потому что это будет вас дополнительно стимулировать, вот такие видео записывать и также рассказывать о своих проектах, о своих мыслях и в том числе вырабатывать какие-то голосовые, интенсионные моменты, которые очень сильно пригодятся вам и в жизни, и в профессиональной деятельности. Сейчас я прекратил записывать каждую десятую пробежку, потому что, честно говоря, обладая определенной страстью к перфекционизму, я достаточно много времени тратил на последующий монтаж, и это меня стало немножечко раздражать, но зато записываю в новом, таком новомодном формате Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте, такие истории, да, вот эти 10-15 секундные кусочки, и, собственно, делаю их, и, наконец-то, это появилась мода на вертикальное видео, то есть официально появился формат, который вертикальный формат видео, вертикальную ориентацию видео принимает и даже приветствует. Таким образом я компенсирую вот эти свои пробежочные видео, которые я делал каждую десятую пробежку, вот этими короткими историями. Они совершенно не требуют времени на монтаж, ну, иногда только я какие-либо делаю легкие прибамбасы, плюс туда можно приклеить веселые стикеры, привязать их даже к какому-то месту, он оттречивает. Если вы это не делали, кстати, попробуйте, это интересно. Вот, и совокупно получается, в общем, очень веселое, интересное такое занятие. И также оно держит в тонусе. В данном случае можно это делать ежедневно, резюмируя вот этот блок сейчас, о котором я рассказал. Если вы занимаетесь пробежками, если вы занимаетесь какими-либо еще такими систематическими дисциплинами, попробуйте их так или иначе фиксировать, попробуйте записывать фото, попробуйте записывать видео. В первую очередь для себя самого. То есть, конечно, очень здорово развивать из этого блога. Очень хорошо, если у вас будет куча подписчиков. Сейчас это, конечно, делает все сложнее и сложнее, потому что контент должен быть, конечно, интересным, плюс необходимо изучать способы всевозможного продвижения, чтобы вас действительно видело много людей. И от вас, конечно, требует постоянного систематического поиска чего-то для себя нового и, более того, быстрого переваривания и выдачи этой информации в таком вот интересном каком-то своем формате. Еще, пожалуй, напоследок, о чем я расскажу, это о технике бега. Безусловно, в текущем моменте до сих пор я так не научился полноценно бегать правильно, однако в прошлом году я очень сильно поплатился за то, что я делал кардинальную ошибку, когда мой шаг беговой попадал прямо на пятку. И это, конечно, повлияло, ну, в совокупности еще с другими вещами, с которыми я экспериментировал, это, конечно, повлияло, к сожалению, на моменты спины, на моменты позвоночника. После этого я достаточно активно, что называется, петух клюнул жареный, и я стал бегать на мысок, на середину стопы. И сначала, конечно, это было сложно, потому что меняется нагрузка, меняется, в первую очередь напрягается икрой, икроножной мышцы. Стопа больше амортизирует, потому что, когда раньше я бегал, наступая на пятку, удар приходился прямо в позвоночник. И, конечно, это все не очень хорошо влияло на его здоровье. Постарайтесь на момент прям первых своих тренировок, если вы еще не бегаете или уже бегаете, постарайтесь, по крайней мере, почитать, постарайтесь, по крайней мере, посмотреть какие-либо ролики от уже профессиональных тренеров, которые бы подсказали основные моменты, и лучше бегайте медленно, лучше бегайте сначала небольшие дистанции, но соблюдайте, чтобы ваша техника была все-таки верной и правильной. Таким образом, вы будете получать больше удовольствия от бега, и это будет очень положительно и правильно отражаться на вашем здоровье. Уже на протяжении трех лет к бегу вседневному своему передвижению я добавляю самокат. Это не менее интересная штука, которая, наверное, требует отдельного такого видео, отдельного куска. И я его, думаю, что еще сделаю. Самокат, с одной стороны, сохраняет человека в формате пешего, в формате того, который, ну, скажем так, со всеми преференциями. То есть, можешь садиться в такси, можешь идти в кафе, можешь в общественный транспорт забираться, в отличие, скажем, от велосипеда, да. То есть, ты как бы не привязан. И в то же время самокат очень сильно ускоряет, то есть, движется со скоростью примерно раза в три-четыре быстрее, чем пеший. И, помимо этого, получаешь, конечно, огромное удовольствие от вот этого процесса взаимодействия, когда ты оттолкнулся, поехал. То есть, это очень прямая зависимость именно от того усилия и движения, которое получаешь. При этом, скорость на самокате можно достигать весьма неплохую. То есть, 15-20 км в час в общем-то, я достигал несколько раз. И, конечно, трясется вот так вот. Но, тем не менее, удовольствие потрясающее. И велосипед, я понимаю, пробовал уже несколько раз. Велосипед в жизнь, в свою, вписать несколько сложнее, на мой взгляд. А вот самокат совершенно безболезненно вписывается, и вы можете продолжать какие-либо свои передвижения на автомобиле, на общественном транспорте. Но добавить туда самокат это очень здорово. Плюс это также сохраняет тонус. И в придачу к бегу это очень хорошее такое добавление. Пожалуй, на этом сегодняшнее видео я закончу. Напомню еще раз, это был проект дизайн-бюро по бегушке. Это моя 700-я пробежка. А зовут меня Владимир Бероев. Я фотохудожник, основатель и креативный директор мастерской сверхфотографии. Друзья, будьте здоровы, бегайте, придумывайте себе новые занятия, дисциплины, экспериментируйте с собой. Будьте активны. Сейчас для этого самое, мне кажется, крутое время из всего, что было до этого. Всего хорошего. Увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok